Некоторое время назад российский Volkswagen пообещал вернуть кросс-универсал Passat Alltrack. И вот у дилеров снова можно купить пятидверный вариант бывшего бестселлера, при том чистопородной немецкой сборки. Версия заявлена только лишь одна, с двухлитровым мотором, семиступенчатым преселективом и полным приводом. Комплектация тоже одна, но максимально упакованная, с восемью подушками, трехзонным климатом и прочими излишествами. Из интересного подметим сервопривод пятой двери, фирменную адаптивную подвеску, а также внушительный набор опций, включая панорамную крышу, матричные фары и многое другое. Впрочем, даже без допов базовый Alltrack стоит почти 4 миллиона рублей. Напомним, что Alltrack предлагался до 2019 года, а потом тихо ушел. Сейчас возвращается рестайлинговая версия, поскольку за время своего отсутствия универсал успел пережить обновление. Продолжим обсуждать рыночные новинки. В России начались продажи рестайлинговых седанов Kia Cerato. Обновление принесло модели другие бамперы и решетку, а также новые фонари и фары. А еще именно Cerato первым примерил новую эмблему марки Kia. Дорогим версиям достались большие экраны мультимедийной системы и панели приборов. Оба диагональю 10 с четвертью дюйма. Кроме того, в список оснащения вошли доработанный набор систем помощи водителю, плюс фирменная телематика. Техника осталась прежней, а вот список комплектаций изменился. Его теперь открывает новое исполнение, что предлагает только пару подушек безопасности вместо шести. Но стартовая цена все равно выросла на 30 тысяч рублей. Остальные варианты прибавили от 40 до 105 тысяч целковых. Вторым свежую эмблему заполучил малыш Soul, для которого вдобавок пересмотрели список комплектаций. Вместо 11 уровней оснащений осталось только 8. Причина проста. Продвинутая медиа-система с 8-дюймовым экраном, интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисами Яндекса, теперь стала стандартным оборудованием для всех средних версий. Цены стали выше на скромные 10 тысяч рублей. Но это сейчас. А с начала года корейский кроссовер успел подорожать аж на 100 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok